Продолжение следует... Уютный и красивый дворик с бассейном. Все, что вы можете себе представить, там есть. Он похож на кусочек рая на земле. И проезжая мимо этого дома, мы видим, как из машины выходит молодой парень и идет к своему дому. Я спрашиваю мужчин и женщин, сидящих рядом со мной. Как вы думаете, этот парень успешный? И каким будет ответ подавляющего большинства? Да, конечно. Он очень успешный. Вы посмотрите на него, как он выглядит. Он многого добился. Разумеется, он успешен. Хорошо. Например, вы держите фотографию человека, который только что окончил колледж. Ему пожимают руку ректор университета и вручают диплом. Если кто-нибудь спросит, как вы думаете, это успех? Что ответят люди? Конечно. Все. И мусульмане, и немусульмане скажут, это несомненный успех. Когда кто-нибудь получает работу, это успех? Несомненно. Мы поздравляем людей, когда они устраиваются на работу. Когда кто-нибудь покупает новый дом или запускает новый бизнес, или покупает новую машину, или женится. Все это виды успеха. Разве не так? Когда люди добиваются чего-то в жизни, мы поздравляем их. Но вот автобус продолжает ехать, и мы видим мужчину, бездомного мужчину, который живет на улице в картонной коробке. На нем одежда, которую он не снимал, наверное, уже пару лет. И вы даже не хотите близко подходить к нему, из-за запаха, который исходит от него. Я спрашиваю своих студентов, как вы думаете, этот парень успешный? Что вы скажете про него? Они скажут, он неудачник. А теперь представьте, что мы едем на автобусе, в котором едут немусульмане. А христиане, или иудеи, или атеисты, или агностики. Или буддисты. И я задам им тот же самый вопрос. Как вы думаете, они ответят так же? Да, их ответ будет таким же. В этом-то и проблема. Проблема в том, что мусульмане должны по-другому относиться к успехам и к неудачам. Все люди на земле считают успехом или неудачей то, что они видят. И на основании этого делают выводы. Однако мы мусульмане, и Всевышний Аллах даровал нам чистые очки. Если вы будете смотреть на мир через эти очки, то вы увидите то, чего не видят другие люди. Итак, если вы наденете эти очки и задумаетесь над книгой Аллаха, вы увидите, что одним из самых красивых, величественных и захватывающих домов, который когда-либо был построен, был дворец фараона. Это был один из самых удивительных домов, когда-либо построенных. И если бы наш автобус проезжал мимо дворца фараона, и он бы заходил в свой дом, и я спросил бы моих учеников-мусульман, успешен ли этот человек, то каким был бы ответ? Фараон успешный? Да он самый главный неудачник во всей человеческой истории. Разве не так? Помните, мы проезжали мимо одного бездомного парня? А теперь вспомните Ибрагима, мир ему. Его выгнали из дома, так? Значит, он тоже был бездомным, тоже потерял все. Но был ли он успешным? Да, мы скажем, что он один из самых успешных людей, когда-либо живших на земле. Видите, в Коране говорится, что этот бездомный человек на самом деле успешен. А тот невероятно богатый человек кто? Неудачник, потерпевший убыток. И знаете, чему учит меня Коран? Тому, что успех не имеет ничего общего с богатством. И неудача не имеет ничего общего с бедностью. Мусульмане относятся к таким понятиям, как успех и неудача, не так, как это делают другие люди.